Поговорим немного об азоте, об азоте на зимой пшенице. На самом деле азотное питание, это основное питание, может быть даже по всем культурам, поэтому у каких-то растений даже есть симбиоз с беньковыми бактериями, потому что эти растения потребляют больше азота, чем, может быть, обычные зерновые. И это неспроста, потому что этот элемент выносится больше всего, больше, чем калия, больше, чем фосфора. Причем этот элемент с меньшим коэффициентом возврата, плюс элемент еще и подмижен. Он может промыться, его употребляют бактерии и так далее. Итак, что касается азотного питания на зимой пшенице, потому что каждый год он приносит свои проблемы, и ты видишь решение этих проблем, и они иногда выходят за рамки обычного использования тех же орудий или обычных способов внесения удобрений. Азотные удобрения эффективны внутри почвенно. Как бы там ни было, эта эффективность будет максимально высокой. Конечно, все зависит от региона. Если у вас влажный регион, то вы можете вносить удобрения дробно и ничего не бояться. Если у вас регион засушливый, где у вас есть недостаток влаги, то здесь вам лучше вносить удобрения внутри почвенно, или если не внутри почвенно, стараться вносить раньше, чтобы азот успел, пока почва влажная, перейти с одной формы, с аммонийной в нитратную, или с аммидной в аммонийную, а потом уже в нитратную форму. Ну, потому что у вас почва пересохнет, верхний слой пересохнет, и все, зафиксируется в верхнем горизонте до следующего дождя. А это зависимость от погоды. Поэтому, как бы, особенно в более засушливых регионах, я думаю, что можно вносить тот же азот в аммонийной форме, в аммидной форме, осенью, осенью, чтобы потом, может быть, не делать ошибок весной. Но, как бы, нет такого однозначного ответа. Но лучше удобрение, конечно же, вносить внутри почвенно, и даже по азимой, теми же машинами, системой, ликвелайзер. Что я заметил? Я просто расскажу, как бы, пример. Обычно удобрение вносит по мерзлотуалой почве, для того, чтобы успеть, для того, чтобы успеть немножечко обогнать время, обогнать те же азимы, пока они еще не активны, пока еще не поздно, почва не пересохла, чтобы попасть в период плавного нарастания температуры. И иногда я с этим не соглашался. Почему? Потому что, на мой взгляд, мне казалось, что лучше носить удобрение, когда уже начинают вегетацию растений. Вы меньше теряете азота. Азот плавно трансформируется, какой-то опускается. Но бывают года, и этот год, вот как раз, 18-й год показал, что эта система тоже не работает. Почему? Потому что, если поздняя весна, резко нарастание температуры, нитратный азот не проваливается на глубину. Я уже молчу о бомонином и о мидном азоте. Никакое удобрение эффективно не будет работать, независимо от жидкой, от сыпучего удобрения. Если вы выносите на поверхность почвы, когда у вас идет резкое нарастание температуры, когда у вас сразу наступает лето. Это вот как раз был прошлый год, 18-й год. И он как бы показал вот эту всю, может быть, неподготовленность. Поэтому здесь, конечно, что может спасти? Здесь нужно азот нести так, чтобы было плавное, во-первых, нарастание температуры, почва была влажной. Аммонийному, амидному и даже нитратному азоту нужны условия для того, чтобы этот азот двигался. Нужно плавное нарастание температуры, чтобы нитратный азот смог опуститься, чтобы почва не пересохла, аммонийный перешел в нитратный и также опустился. То есть это и полезно растениям, это и полезно удобрениям. Как эти условия создать? Ну, не всегда получается, потому что погоду вы не сможете проконтролировать. Лучший азот, конечно, вносить в зону корней или на глубину, даже не в зону корней, а просто на глубину, на глубину, именно в слой, который будет очень долго, длительно увлажнен, где мы гарантируем переход с одной формы в другую азота, недоступного для корней, может быть, неприятного корням. Это может быть амидный азот, это может быть аммонийный азот, который тоже требует и влагу, и в бактериальную активность. Если этот слой пересыхает, значит, этот азот фиксируется в верхнем горизонте. Поэтому, чем глубже вы его внесете, тем эффективнее он будет работать. Это также еще и влияет на то... Это также влияет на экономию влаги, потому что, чем меньше влаги, тем меньше у нас питания в почве, тем больше нужно воды, растения, чтобы получить это питание. Нужно понимать это. Чем концентрирование соляной раствор в почве, тем эффективнее растения используют элементы питания, влагу, даже больше влагу. Какое же удобрение выбрать? Для меня лично одно из универсальных удобрений это селитра аммиачная. Там есть 50% нитратной формы, 50% аммонийной формы. И плюс этого удобрения в том, что нитратная форма, она сразу может провалиться на глубину. Аммонийная будет плавно переходить или не будет переходить, в зависимости, конечно, от погодных условий. Многие говорят о том, что может промыться, но не всегда, к примеру, весной, так много осадков, что азот может промыться. Потому что даже нитратная форма может уйти куда-то на глубину. Это не всегда так, особенно там, где влагобеспеченность немножко другая. Это большая проблема в тех регионах, где влаги достаточно, где можно вносить удобрения дробно, можно вносить, давать дозами, небольшими дозами, тогда, когда это нужно, в ту фазу. В наших же условиях чаще всего базовое внесение или самое раннее внесение азота, причем, чем больше ты внес, к примеру, если это 200-250 кг такой же селитра аммиачный, будет эффективно в раннем, ну, как бы, померзлоталой, или, может быть, когда уже начнется вегетация в растении, вот эти первые, появление первых корешков, это будет эффективнее, чем если мы будем вносить дробно. Почему? Потому что у нас есть засушливые периоды, и это, как бы, мешает трансформации азота, опусканию ему, то есть, есть интенсивные испарения и так далее. Вот эта вот проблема-ка есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...